Мьютини Пикчерс Эдмит Ван Интертейнмент представляет совместно с Galvanized Films при участии Samson Pictures, P.O.W. Studios и Red Tree Creative Поворот винта В главных ролях Грир Филлипс, Джейн Уэддл, Бен Френшем и Ральф Джонсон Композитор Эван Кларк Монтаж Эдвард Сэмпсон и Элизабет Денекамп По мотивам повести Генри Джеймса «Поворот винта» Автор сценария – Алекс Галвин Оператор – Марк Папалий Продюсеры – Эмма Билл, Алекс Галвин, Никола Пипперкурн и Эдвард Сэмпсон Режиссер – Алекс Галвин Билл, Алекс Галвин, Николай Мурат Сэмпсон Генри Джеймс. Поворот винта. Здравствуйте. Здесь кто-нибудь есть? Генри Джеймс. Генри Джеймс. Вот и вы! Джулия! Мы говорили по телефону. Рада встрече. Вы не представляете, как мы рады. Слава Богу, вы здесь. Мы уже волновались? Простите, мой рейс из Окленда задержали. Зато успела лучше выучить реплики. К сожалению, некому было вас встретить. Ничего страшного, я на такси. Самое главное, что вы здесь. Однако теперь у нас остается очень мало времени. Давайте начнем, если не возражаете. Да, конечно. Сможете играть с листа. Премьера завтра. Да, я всю ночь и весь день зубрила свой текст и читала все ваши комментарии. Отлично. Спать вредно, да? Сегодня у вас будет шанс по-настоящему все прочувствовать. Генеральная репетиция только для вас. Оставьте вещи здесь. Сейчас уже поздно, и все рабочие ушли домой. Но так как вы на сцене на протяжении всего действия, для вас это не проблема. Конечно. У нас будет свет и звук, и самый минимальный реквизит. Отлично. Остальные актеры смогли задержаться, кроме двоих. Придется работать так. Постарайтесь как следует. Импровизируйте. Конечно. Я сделаю все, что могу. Я очень ценю эту возможность. Покажу вам устройство сцены. Вы бывали в этом театре? Нет, я здесь впервые. Построен в 1913-м. В основном для оперы. Но и нас, бедных артистов, сюда тоже пускают. Такой большой. Как вы поняли из моих комментариев, действие будет проходить в разных частях сцены. Стены и декорации по необходимости опускаются и поднимаются. Но вы этого не увидите. Все происходит в темноте. Нужные локации будут подсвечиваться, и вы просто идете на свет. Ясно. Черт! Что это было? Не бойтесь. Я не успел вас предупредить. Акустическая система. Мы заказали новейшую акустическую систему для постановки. Она создает эффект полного погружения. Значит, этот крик был не настоящим. Все! Я поняла. Включите шум города. Вот и все. Мы с вами в 1890-х. Все так… правдоподобно. Завораживает, верно? Включите грозу. Есть менее яркие звуковые эффекты. Нежный бриз, пение птиц и еще кое-что для эмоционального эффекта. В конце концов, это страшная история. Конечно. По-моему, здорово это добавляет атмосферы для зрителей. Не только для зрителей, Джулия. Это влияет и на исполнителей. Выводит их на следующий уровень. Увидите. Вот черт. Который час? Уже одиннадцать? Нам пора начинать. Сегодня вам костюм не понадобится, а завтра мы с этим разберемся. Ладно. Принести вам водички. Нет, я готова начать. Что ж. Удачи. Вернусь в перерыве. Ричард! Да? Актриса, которую я заменяю. С ней все хорошо? Да. У нее сейчас все хорошо. Мы надеемся, что она скоро поправится. А можно вас спросить, что с ней? У нее был нервный срыв. Прямо здесь, прошлой ночью. Какой ужас. Да, очень неожиданно. Мы все много работали, но никто такого не ожидал. Сейчас она выздоравливает. Это уже вторая заболевшая актриса, правильно? Да, нам с этой постановкой не везет. А что такое? Слушайте, не забивайте себе этим голову. Подумайте о том, как повезло вам, Джулия. Это будет прорыв. Первая главная роль. Многие звезды начинали с того, что в юности не упустили свой шанс. Если завтра впечатлите критиков, то пойдете в гору. Но сначала нам надо отрепетировать. Начинаем через минуту. Желаю удачи. Ричард! Да? Актеры, которые не смогли задержаться. Да. Кого они играют? Что ж, вы прежде никогда не служили гувернанткой? Нет, сэр. Сколько вам лет? 24, сэр. А замужество? У вас есть вероятные претенденты? Нет, сэр. Хорошо. Будет жаль, если дети привяжутся, а вы решите уйти. Вы правы, сэр. Безопасность и постоянство очень важны для детского развития. Я ни за что не пожертвую ими. Мой образ жизни здесь, в городе, не предполагает воспитание детей. Значит, дети живут не с вами? Нет. Они в моем загородном поместье Блай, в просторном уединенном доме. Я уверен, вы согласитесь, что детям лучше на свежем воздухе. Конечно, сэр. Оба ребенка осиротили? Да. Их родители умерли за океаном два года назад. Теперь у Майлза и Флоры есть только я. А детям мало вечно отсутствующего дяди. Кто-то должен любить их и оберегать. Вы станете другом для Майлза и Флоры. А среди соискательниц нет гувернанток опытнее меня? Другие соискательницы были, но многим Блай представляется не самым гостеприимным местом. Ведь он действительно находится в захолустье, не единой живой души на многие мили. А соискательницы, готовые к такому переезду, либо не устроили меня, либо не согласились на остальные требования, в частности, на основное условие. Какое же? Вы никогда не должны меня беспокоить. Ни под каким видом. Ни вопросов, ни жалоб, ни писем. Вы берете на себя все, а меня не тревожите. Что скажете? Если дети осиротели уже два года назад, то у них должна была быть другая гувернантка. Да, была. Мисс Джессел. Замечательная девушка. Дети ее обожали. Особенно Флора. Но почему мисс Джессел сейчас не с ними? Умерла. Это случилось внезапно. Я тогда был в отъезде, и только сейчас начал искать ей замену. На это время Майлза отправили в школу, а Флора осталась на попечении моей экономки. Миссис Гроус, милейшей женщины, много лет служившей в доме. Но ей не хватает манер для воспитания юной леди. Соглашайтесь. Подарите Майлзу и Флоре любовь, которую они заслуживают. Но не забудьте, что все будет на вас. Только на вас. И что бы ни случилось, справляйтесь в одиночку. Мне ни слова. Никогда. Никогда. Кто это? Кто это там? Бо! Боже, ты меня напугала. Простите, мисс, не смогла удержаться. Мы так любим игры. Ты, наверное, Флора. Я ваша новая гувернантка, мисс. Я знаю. Мы вас очень ждали. На что вы смотрели, мисс? Я просто... Мне показалось, я что-то видела вон на той башне. Туда никто не ходит, мисс. Никогда. После письма дяде мы все так ждали вас. Миссис Гроус волновалась больше меня. Везде мыла и убирала. Миссис Гроус! Она здесь. Она здесь. Рада знакомству, мисс. Очень рада. Спасибо. Вы так добры. Не хотите ли чашечку чая? Было бы чудесно. Прошу, проходите. Флора, уже поздно. Пойди умойся перед сном. Это обязательно, мисс? Я хочу побыть с вами. Нет, нет. Слушайся, миссис Гроус. Да, мисс. Дом и сад великолепны. Мы стараемся, мисс. Но половина комнат сейчас пустует. Не просто держать дом в чистоте. Прошу, присаживайтесь. Флоре здесь нравится. Место для веселых игр здесь с избытком. Она восхитительный ребенок. Других таких не найдешь. А мальчик, Майлз, он такой же необыкновенный? Он самый необыкновенный, мисс. Если вам понравилась малышка, то в юного джентльмена вы влюбитесь. Я довольно легко увлекаюсь. Признаться, в городе я тоже увлеклась. Их дядя такой обходительный. Не вы первая, мисс, не вы последняя. У меня нет претензий на уникальность. Еще в детстве Милорд мог любому вскружить голову. И дети точно такие же. Он не часто здесь бывает. Хозяин предпочитает жить в городе. Ему было бы скучно здесь со мной и детьми. Миссис Гроус. Да, мисс? Я должна знать, если кто-то еще здесь живет. Живет здесь? В этом доме. Может быть, здесь есть еще кто-то, с кем я не знакома? Ах, если бы. Лишние руки нам бы не помешали. Я так поняла, что Майлз должен скоро вернуться. Да, завтра в школе начнутся каникулы. Майлз приедет утренним поездом. Майлз приедет ума. Что это сейчас было? Всё хорошо, мисс? Да. Всё хорошо. Я просто испугалась. Это же птенец. Зачем вы его убили? Он был ранен, мисс. Я проявила милосердие. Как странно. Может, он заблудился в сумерках. А что-либо подобное прежде случилось? Нет, никогда. Да. Просто не повезло. Присядьте, мисс. Прошу, выпейте ещё чаю. Я уберу его и принесу нам лампы. Уже темнеет. Уже. Уже posit. Уже statistics. workforce. Ин ballot. Флоре пора спать. Она пришла пожелать доброй ночи. Мне точно пора ложиться, мисс? Да, Флора. Но я совсем скоро к тебе поднимусь. Я так рада, что у нас одна комната. И я тоже. Обещаете, что никуда не уйдёте? Конечно, нет. Я никуда не уйду. А теперь беги. Я скоро тоже приду. Спокойной ночи. Надо же! А я сомневалась, стоит ли сюда ехать. Я так боялась. Боялись, мисс? Я не могла решить, поступать на службу или нет. Я рада, что вы согласились, мисс. Миссис Гроус. Да, мисс. Другая гувернантка, которая была раньше и умерла. Какой она была? Молодая особа ваших лет. Её считали миловидной и, полагаю, справедливой, но... Вы гораздо красивее, мисс, в несколько раз. Он предпочитает молодых и красивых. Так и есть. У подонка намётанный глаз. В смысле, такая у него привычка, у хозяина. Но о ком вы сначала говорили? О милорде, конечно. Никого больше нет. Совсем никого. На ночь глядя, я молюсь. Если, Боже, не проснусь, коль умру я до зари, Боже, душу забери. Аминь. Миссис Гроус хотела выделить вам большую комнату, но я её отговорила. Я с удовольствием буду спать здесь. Большие комнаты ночью растут. Вы это знали? Правда? Миссис Гроус не знает. Она закрывает глаза в темноте. Но это так глупо. Я смотрю в темноту. И что ты видишь? Можно вас спросить, мисс? Конечно, дорогая. Если я правда умру, куда Господь заберёт мою душу? В рай, конечно. Вы уверены? Да. Потому что ты хорошая девочка. Но, может, я плохая. А раз я плохая, Господь оставил бы мою душу бродить по земле. Такое же происходит с некоторыми людьми. Что это было? Кажется, кто-то ранен. Животное или… Мы притворимся, что не слышали. Так говорит миссис Гроус. Притвориться? Тогда мы не будем выдумывать. Иногда невозможно перестать выдумывать. Та-па-на. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Кто здесь? Миссис Гроус? Чёрт! Продолжение следует... 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 Доброй ночи, миссис Гроус. Вам пришло письмо, мисс. Спасибо, миссис Гроус. От твоего дяди. От дяди? Да. Он приедет нас проведать? Нет, милая. Он переслал письмо из школы Майлза. Миссис Гроус? Что случилось, мисс? Ничего, дорогая. Продолжай читать. Да, мисс? Пишут из школы Майлза. Что случилось? Всё благополучно? Майлза отчислили. Отчислили? Выгнали. Его не примут после каникул. Что же он натворил? В подробности они не вдаются. Говорят, что не могут его оставить. Это означает лишь одно. Он опасен для других детей. Мистер Майлз опасен? Не произносите таких жестоких слов. Ему едва исполнилось десять. Это так неожиданно. Я не знаю, что предпринять. Взгляните на него, мисс. И сразу поверите. Ещё бы про юную леди такое сказали. А прежняя гувернантка, мисс Джессел, ничего не замечала за мальчиком? Ничего дурного. Мне она об этом не говорила. А при вас Майлз не вёл себя плохо? Нет, за это не поручусь. Так вы знали, что он… Шаловливый? Да, мисс. Как все мальчишки. Но вряд ли он мог развратить. Как? Ну, испортить. Испортить? Нет. Боитесь, как бы он и вас не испортил? О, боже. Нам уже пора ехать за Майлзом. Флора, собирайся скорее. Мы поедем на станцию. Флора, собирайся скорее. Вы готовы, мисс? Нам уже пора ехать. Это же не вы только что кричали. Кричала? Нет. Флора? Неужели вы не слышали? Женский крик. Просто ужасный. Никогда не слышала таких жутких воплей. Уверена, мисс? В таком случае мы бы тоже слышали. Может быть, вы перепутали… Нет! Простите, но нет. Не знаю, с чем можно перепутать. А ещё, уже дважды на башне… Мисс, нам давно пора ехать, чтобы встретить Майлза. Майлз! Майлз! Майлз, как ты вырос! Это ваша новая гувернантка. Как поживаешь, Майлз? Как поживаете, мисс? Поедем домой, Майлз. Здесь по-прежнему. Почему? Сам не знаю. Но я боялся, что всё изменится. Здесь ничего не меняется. Ну, мисс? Всё, как вы и сказали. Обаяние – это их семейная черта. А то жестокое обвинение? Ни на секунду не поверю. Вы только взгляните на него. Я только и делаю, что смотрю на него, мисс. Что же вы скажете? В ответ на письмо? Ничего. А его дяде? Ничего. А самому мальчику? Ничего. Тогда я поддержу вас, мисс. Вдвоём мы справимся. Вдвоём мы справимся. Вы не обидитесь, мисс, если я… Вы моё утешение, дорогая миссис Гроус. Что вас тогда так встревожило, мисс? Вы, кажется, что-то видели? Пустяки. Я не сомкнула глаз прошлой ночью, и утомлённый мозг сыграл со мной шутку. Зря Майлз уселся на траву в парадных брюках. Идём, Майлз. Тебе надо переодеться. Всё хорошо, милая? Да, мисс. Я так рада, что Майлз дома. Полагаю, тебе тоже следует переодеться. Прошу, мисс, позвольте мне погулять хоть пару минут. Я ещё почитаю. Ну, хорошо. Только не очень долго. Майлз. Девушки отдыхают. Флора, сюда! Флора, сюда! Что происходит, мисс? Ничего, милая. Всё хорошо. Флора? Присядь за стол и почитай книгу здесь. Пожалуйста. Флора, сюда! Флора, Флора, ты цела? Да, мисс. Мужчина, здесь только что был мужчина. Я видела его через окно. Мужчина? Да, мужчина! Он стоял на этом месте. Нет, мисс, здесь никого не было. Вы отошли всего на пару секунд. Вам не здоровиться, мисс? Нет, милая. Всё хорошо. Мне показалось, что... Неважно. Прости, что напугала тебя. Ты не могла бы позвать сюда миссис Гроус? А потом готовься ко сну. Да, мисс. Вы меня звали, мисс? Миссис Гроус, я видела в поместье двух человек. Кого? Во-первых, мужчину, стоящего на вершине башни. Я видела его там дважды. На башне? Да. Сначала он прятался в тени, а потом просто стоял и смотрел на меня. А только что я видела его в этой комнате, так же близко, как вас сейчас. Как он выглядел? Он одет как джентльмен. Но боюсь, что в нём нет ни капли благородства. Длинные тёмные волосы, такой холодный, жёсткий взгляд. Вы сказали, одет как джентльмен? Но сам он не джентльмен. Миссис Гроус, вы знаете, кто он? По вашим описаниям, это был Квинт. Квинт? Питер Квинт. Служил лакеем у хозяина. Когда Милорд уехал в город, Квинт остался. Он жил здесь? Вместе с нами. Отвечал за порядок. А потом? Он уехал. Куда уехал? Он умер, мисс. Питер Квинт уже мёртв. Этого не может быть. Как? Вон там, мисс. Он умер там, на этой лужайке. Была зима. Холодная, тёмная, зимняя ночь. Тропа обледенела. А Квинт... Он возвращался поздно, изрядно выпил. Судя по ранее на голове, он поскользнулся и упал в темноте. Мне не забыть его глаза. В них было... столько боли, как у дикой лисы, которую я однажды видела. Эту лису затравили собаки. Но это был... несчастный случай. Он был своеобразным человеком. Совершал такие поступки, что многие желали ему смерти. Но о мёртвых плохо не говорят. Вы видели двоих, мисс. Кого ещё вы видели? Женщину. Одетую в чёрное. Она появилась в саду, когда мы с Флорой там были. Она искала Флору. Искала Флору? Она пришла за ребёнком. Её решимость была просто... неописуема. Я схватила Флору, пока она не добралась. Эта женщина – само зло. Она пугает меня даже больше, чем мужчина. Вы сказали, она была одета во всё чёрное? Как будто в трауре, да. Точно такое же платье я нашла вчера ночью в кладовке. Вы никогда не видели её до этого дня? Нет. Но полагаю, что вы видели. Мисс Джессел. Мисс Джессел. Мисс Гроус, вы знаете больше, чем рассказываете. Из комнаты Майлза. Пойду к нему. Непременно поговорим позже. Входите, мисс. Как ты узнал, что я пришла? Я увидел свет под дверью. Тебе пора спать. Я слишком взволнован. Взволнован? Приездом домой. Знакомством с вами. Расскажи, как прошёл семестр? Как успехи? Не будем говорить про школу. Мне уже кажется, что это было давно. Майлз, посмотри на меня. Ты знаешь, что тебя исключили из школы и не позволят вернуться. Мне нужно знать, Майлз, почему было принято это решение. Это правда важно? Конечно, важно. Мы не можем такое игнорировать. Я должна знать причину. Тогда спросите в школе. Я же не знаю, о чём они думают. Майлз, так не пойдёт. Они должны были тебе объяснить. Но не стали. Что ж, хорошо. Я надеялась решить это сама, но... Если ты не можешь или не хочешь помочь, мне придётся написать твоему дяде. Пишите. Он не обратит на это внимание. Никогда не обращает. Он совершенно равнодушен ко мне и к Флоре. Майлз, милый. Не надо так говорить. У твоего дяди, у него много обязанностей, и нет времени, чтобы... Чтобы тратить на нас? Я понимаю. Просто немного грустно, когда ни у кого нет на тебя времени. У меня есть время, Майлз. Я хочу о тебе заботиться. Очень хочу. Что-то происходит. Ты хочешь мне что-то рассказать? Нет. Ничего. Доброй ночи, мисс. Майлз. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Какого хрена? Объявляю перерыв. Отличный первый акт. Вы молодец, Джулия. Молодец. Вы прекрасно подготовились. Спасибо. Вы так себе всё представляли? Знаете, я совсем не так себе это представляла. Другие диалоги, другие мизансцены. Я не знала, что делать большую часть времени. Этого было не видно. Вы не предупредили, что всё будет настолько иначе. Вот именно. Вы, как актриса, исследуете пространство. Это здорово. Слушайте, мы все сегодня привыкаем. Я говорил, что не все смогли задержаться, но поверьте, всё идёт превосходно. Простите, Ричард, но мне очень не нравится то, что сейчас происходит. Понимаю. Хотите, я позвоню вашему агенту и объясню, что у вас возникли сложности перед премьерой? Нет. Я продолжу. Просто я... к такому не привыкла. Вы прекрасно импровизируете. У вас такие находки, которых я никогда не видел. Доверяйте своим инстинктам и продолжайте. Послушайте, уже заполночь, а нам надо закончить. Ладно? Конечно. Ричард. Да? А другие актрисы в этой роли? Да, а что с ними? Они не жаловались, что с привидениями что-то не так? Слишком неожиданные. И я не поняла, кто... Джулия, у нас был чертовски длинный день. Нам просто надо закончить второй акт и отпустить всех по домам. Когда мы закончим, я отвечу на все вопросы, которые у вас возникли. Но сейчас... Давайте мы продолжим. Ладно? Конечно. И не волнуйтесь, у вас все великолепно получается. Поверьте. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Дети, не отвлекайтесь. Заканчивайте уроки. Вы здоровы, мисс? Вполне. Просто плохо спала ночью. У вас жар, мисс. Флора, сядь на место и занимайся. Простите, мисс. Мы непослушные, не так ли? Нет. Ничего подобного. О, боже. Ваша гувернантка такая злюка. Но вы вовсе не злюка. Правда, Майлз? Конечно, нет. Развеселим ее, Флора? Да, давай. Нет, дети, не нужно. Лучше идите, поиграйте. На сегодня хватит уроков. Дети! Только играйте дома. Не ходите на улицу. Но, мисс, такой погожий денек. Только дома. И будьте вместе. Не то опять усажу за уроки. Понятно? Да, мисс. Да, мисс. Спасибо, мисс. Вы решили отпустить детей пораньше, мисс? Да. Я сейчас не в том состоянии, чтобы чему-либо учить их. Забудьте о прошлой ночи, мисс. Я знаю, что я видела миссис Гроус. Тот мужчина и та женщина смотрели на меня из могилы. Вы попусту себя тревожите. Миссис Гроус, я понимаю, что вы не хотите дурно говорить о мертвых. Но я должна знать, что было между Квинтом и мисс Джассел. Между ними было всё. Роман? Но мисс Джассел была леди. Она была леди, но очень распущенной. Они оба были распущены. Несмотря на разницу происхождения и образования, не имело значения. Квинт делал, что хотел. Она любила его? Любила. Она называла это любовью. Но это была болезнь. Лихорадка, иссушающая тело и душу. Но дети... Они не вспоминали ни Квинта, ни мисс Джассел с тех пор, как я приехала. Нет. И вы тоже не должны, мисс. Вы понимаете? Тело Квинта нашёл Майлз. О, бедный мальчик. Слышали бы вы, как он кричал? Как умолял его очнуться? Сказать хотя бы слово. Он обожал Квинта. Обожал такого человека? Майлз? Ничего удивительного. Мальчик растёт без отца, лишённый мужского общества. Квинт этим воспользовался. Я не могла видеть, как Майлз сменит за ним, как маленькая собачка. Они были неразлучны. Но вы могли вмешаться? Воспрепятствовать их общению? Я не имела права. Хозяин доверял Квинту. К тому же... Что? Никто не смел перечить Квинту. Вы его не знали, мисс. Он обладал властью над людьми. А мисс Джессел? Она могла предпринять что-то? Мисс Джессел. Честно говоря, между ними не было разницы. У неё была Флора. У Квинта Майлз. Миссис Гроус! Меня зовёт Флора. Я не знаю, что вы видели, мисс. Но мисс Джессел и Квинта здесь нет. Они умерли. Не нужно воскрешать то, что мертво и забыто. А meta! Я не знаю, что это! Майлз! Здравствуйте, мисс. Вы меня искали? Почему ты не с Флорой? Давно ты здесь стоишь? Недавно. Минуту или две. Тогда ты его видел? Кого? Того, кто здесь только что был. Но я был один. Не может быть. Минуту назад я видела... Вероятно, вы видели меня. Нет, здесь было два человека. Минуту назад? Прямо здесь? Да. Наверное, вам показалось. Что ты здесь делаешь, Майлз? Я же просила вас не играть на улице. Почему ты не послушался? Чтобы вы, наконец, подумали обо мне плохо. Почему ты был уверен, что я тебя найду? Я сговорился с Флорой. Она отвлекла миссис Гроус, а оставшись одна, вы всегда смотрите на башню. Это просто. Чем ты здесь занимался, Майлз? Ничем. Просто думал. О чем думал? О наших странных делах. Каких странных делах, Майлз? Например, о вас, мисс. Мы все за вас очень волнуемся. Не нужно за меня волноваться, Майлз. Я просто устала, вот и всё. Я знаю. Правда? Флора сказала. Говорит, вы ворочались всю ночь. Конечно, Флоре не всегда можно верить. Она много выдумывает. Как и я. Что ж, тебе не придется терпеть меня слишком долго. Скоро ты отправишься в школу, но не в старую. Мы найдем тебе новую. Еще лучше. А, кстати, ты ни словом не упомянул школу. Никогда о ней не говорил. Говорил? Нет, никогда. С самого приезда ты не вспоминал ни учителей, ни приятелей, ни одного случая, произошедшего там. Ты сразу смирился с настоящим. Неправда. Ни с чем я не смирился. Майлз, прошу. Ты ничего не хочешь рассказать? Что было до того? До чего? До того, как ты уехал. До того, как вернулся. Что случилось? Майлз, если бы ты знал, как я хочу помочь. Я лучше умру, чем обижу тебя или причиню тебе боль. Я просто пытаюсь помочь. Время позднее, мисс. Что хотела Флора? Зачем позвала вас? О, пустяки, мисс, спросила, помочь кое-что найти. Это предлог. Они с Майлзом хотели разделить нас. Она солгала. Право, мисс. Я прежде не замечала, что эти дети лгут. Зачем им это? Зачем? Затем, что они играют, или их заставляют играть в чудовищную игру. Я не могу разгадать ее цели, но вижу, что происходит. Поверьте, над детьми нависла угроза. Кто им угрожает? А как вы думаете? Квинт и мисс Джессел. То, что вы говорите, мисс, просто ужасно. Понимаю, это трудно принять, но дом отравлен, а оба ребенка – отъявленные лжецы. У них есть друзья, от которых они в страхе убежали бы, если бы не тесная связь между ними. Вы правда верите, что эти призраки общаются с детьми? Что же нам делать? Так вы мне верите? Не считаете, что я все выдумала? Я вам верю, мисс. Спасибо, миссис Гроус. Я была так напугана. Ощущала такое одиночество. Но с вашей помощью… Конечно, я помогу вам, мисс. Только скажите, как. Во-первых, мы должны понять, что этим тварям нужно от детей. Подумайте, миссис Гроус, ответ кроется в прошлом. Мне больно вспоминать. Такие слова и произносить стыдно. Ну же. Бедная мисс Джессел. Какие оскорбления она сносила от этого человека. Ни стыда, ни гордости. Она готова была ползать за ним на коленях. А он смеялся над ней. У него был такой грубый смех. А дети? Не могу сказать, мисс. Я не знаю, что дети видели. Но они следовали за Квинтом и мисс Джессел повсюду. Ходили за ними, держались за руки и шептались. В этом доме слишком много шептались, мисс. А что стало с мисс Джессел? После смерти Квинта она погрузилась в глубочайший траур. Она плакивала его, пока в её глазах не отразилось безумие. Я слышала, как она ходила по дому, бродила, рыдала. Кричала? Да. И кричала. Это было ужасно. Так не могло продолжаться. В конце концов, она умерла. Траурное платье, которое я нашла, принадлежало мисс Джессел? Она носила его каждый день после смерти Квинта. Я должна быть с Флорой, чтобы она не оставалась одна ночью. Мы обсудим наши планы утром. Доброй ночи, миссис Гроус. Доброй ночи, миссис Гроус. Флора? 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 Майлз? Где она? Кто? Твоя сестра. Ты смотрел туда. Флора где-то там? Конечно. Почему она там, Майлз? Почему вы оба на улице? Я опять ждал вас, мисс. Ждал? Не найдя Флору в доме, вы обязательно пришли бы сюда. А почему она вышла из дома? Она не хотела, чтобы этой ночью вы были рядом с ней. Вот я и помог. Зачем ты это сделал? Когда я шалю, мисс, то по-настоящему. Миссис Гроус? Миссис Гроус? Миссис Гроус! Выходите на улицу! Быстрее! Боже милостивый, да что здесь происходит? Флора пропала. Я не могу её найти. Она, наверное, в доме. Она бы не вышла на улицу в такой туман. Она снаружи. С ней! Я должна её найти. А вы оставайтесь с Майлзом. Не упускайте его из виду. Понятно? Да, мисс. Иди в дом. Живо! Флора! Флора, где ты? Флора! Ты цела? Что случилось? Флора, ты должна встать и пойти со мной сейчас же. Миссис Гроус! Откройте дверь! Миссис Гроус! Откройте дверь! Господи, мисс. Что происходит? Дверь была заперта! Простите, я была наверху с Майлзом. Это не важно. Где сейчас Майлз? Он в спальне. Я заперла дверь. Он никуда не уйдёт. Флора, что ты делала на улице? Она виделась с ней. Мисс, дайте мне выслушать Флору. Флора, с кем ты только что виделась? Не с кем. Хватит обманывать! Куда она ушла? Кто? Мисс Джессел, Флора! Куда ушла мисс Джессел? Отпустите её, мисс. Ей больно. Где она, Флора? Где она? Отпустите! Мисс, отпустите её! Там. Вот, Флора, смотри. Не притворяйся, что ты не видишь. Та женщина. Как её зовут? Какая женщина? Ты говоришь, что никого не видишь? Я тебе не верю. Она перед тобой, глупая девчонка. Вот, вот, вот. Ты видишь её так же, как меня. Перестаньте. Мне страшно. Прошу, мисс. Перестаньте. Вот, мисс Гроус, смотрите. Вы должны её видеть. Должны. Она же как пылающий костёр. Только взгляните, дорогая, посмотрите. Я не понимаю, о чём она. Я никого не вижу. Никого. И не видела. Конечно, милая, там никого нет. И никогда не было. Откуда там взяться, мисс Джессел? Бедная мисс Джессел умерла и похоронена. Вы злая! Вы жестокая! Я вас ненавижу! Уведите меня от неё, прошу! Уведите! 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 Продолжение следует... У меня нет другого выхода. Надо всё рассказать их дяде. Надо заставить его понять. Что именно он должен понять, мисс? Всё. Всё, что произошло. Я знаю, вы утверждаете, что видели... А Флора всё ещё утверждает, что не видела. Она сказала, никого не было, кроме вас. И вы притворились, что поверили. Мне не пришлось притворяться. Сами знаете. А может, если я с ней поговорю? Нет. Не смейте приближаться к ней. Она вас ненавидит. Признаюсь честно, я понимаю, почему. Флора была милым, невинным ребёнком. Счастливым ребёнком. Пока вы не заставили её столкнуться... С той женщиной! ...с кошмаром из прошлого. Отвезите Флору к её дяде. Рано утром. Прочь от меня и от них. Оставить вас одну? Вместе с Майлзом. Вчера я была с ним в башне. Он ничего не сказал, но... Он хотел. Он был готов открыться мне и попросить о помощи. Надо дать ему шанс. Вы же понимаете. Нет, мисс. После этой ночи я не в состоянии понять вас. Вы жестоко поступили с Флорой. И если планируете новую жестокость... Пробудить ребёнка от кошмара? Разве жестоко? Бывает так, что пробуждение... ...становится хуже любого кошмара. Неправда. Вы говорите глупости. Вы с Флорой утром уедете. Это... ...моё решение. Сегодня я останусь здесь одна. С Майлзом. Но, мисс... Вы опоздаете на поезд. Идите собирать вещи. Да, мисс. Вот. Вот. Идите. Идите. Вот. 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 Восемь часов, мисс. Ты не устал, Майлз? Нет, вовсе нет. Мне нравится пить с вами чай. Так, по-взрослому. Да. Мы можем обо всем поговорить. Как двое взрослых. Зачем вы отослали остальных? Вы боитесь? Почему ты решил, что я боюсь, Майлз? Я не читаю мысли, но кое-что чувствую. Но не волнуйтесь, вам нечего бояться. В доме есть мужчина. Неужели? Да, это я. Буду вас защищать. Так весело. Весь дом в нашем распоряжении. Да. Это точно. Бедняжка Флора. Она серьёзно больна, раз так внезапно уехала. Нет. Она просто поехала в город. В этом доме ей почему-то разонравилось. Что? Флора любила этот дом. Была здесь счастлива. Так же счастлива, как и я. Правда? Что? Ты правда счастлив? Зачем вы остались со мной наедине? Думаю, ты и сам это знаешь, Майлз. Зачем? Прошлой ночью, когда ты должен был быть в постели, ты вышел в сад. Я же сказал. Ответь правду, Майлз. Не кричите, мисс. Майлз, вы становитесь некрасивой и жестокой. Майлз, послушай. Меня учили любить людей и помогать им. Помогать даже тем, кто отвергает помощь. Даже если это причиняет боль. Я здесь только за этим. Помочь тебе. Что бы ты ни сделал, я тебе не враг. Я ни в чём тебя не виню. Я ничего такого не делал. Тогда за что тебя исключили? За то, что я другой. Вовсе нет. Ты самый обычный мальчик. Ага. И кто теперь обманывает? Нет, мисс. Вы не считаете меня обычным мальчиком. Поэтому и боитесь. Ты воровал, Майлз? Ты что-то украл из школы? Нет. Я же не вор. Тогда что ты сделал? Не заставляйте говорить. Сказать, кто тебя научил? Тому, что ты сказал, что ты делал. Назвать его имя. Вам меня не одурачить. Я знаю, почему вы настаиваете. Майлз! Потому что вы боитесь. Боитесь, что сходите с ума. Поэтому вы настаиваете, заставляете меня признаться в том, чего нет. Запугиваете меня так же, как запугали Флору. Майлз! Но я не Флора. Я не ребёнок. Вы думаете, что можете наговорить дяде Стрекороба. Но он не поверит. Я расскажу ему, кто вы такая. Вы сумасшедшая. Вы нас не обманете. Мы всегда знали. Признайся, Майлз. Назови его имя, и тогда всё закончится. Чьё? Того, кто тебя научил. Того, с кем ты виделся. С кем не переставал видеться. Вы ошибаетесь. Сумасшедшая. Хочешь, я назову. Он умер. Смотри, Майлз. Смотри. Нет. Он здесь. Он в последний раз в этой комнате. Где? Где он? Назови его имя, Майлз. Назови его имя. Назови его имя. Не могу. Не могу. Назови его имя. Квинт. Питер Квинт. Прочь. Вы его не получите. Не могу. Питер Квинт. Горяesp psychiatrist. Питер Квинт. Назови его имя. Уже утро. Майлз. Они ушли. Ты в безопасности. Ты свободен. Майлз. Майлз. О, Господи, нет. Кто-нибудь, пожалуйста. Помогите нам. Кто-нибудь, пожалуйста. Ричард. Ричард. Где вы? Он не дышит. Мне нужна помощь. Кто-нибудь. Пожалуйста. Господи. Прошу. Помогите. Получилось великолепно. Не пропустили ни единой реплики. Обладение сцены, импровизация. Чем ближе к концу, тем лучше. Как самочувствие? Нормально. Я так вошла в образ. Все было по-настоящему. Это передалось в зал. Если завтра вам удастся это повторить, нас ждет успех. Ну что ж, а теперь я представлю вас с остальным артистом. Эй, Лиз! Приятно с вами познакомиться. Я Элизабет. Вы блестяще сыграли. Будто неделями репетировали. Спасибо. Вы изумительный партнер по сцене. Пойду снимать парик. Завтра увидимся. Доброй ночи. Доброй ночи. О, Господи! Простите, надо было сразу снять. Рада, наконец, познакомиться. Вы восхитительны. Спасибо. А вы меня напугали. Просто фантастика. О! А я и не поняла, что вы... Да, дядя тоже играю я. Да. Значит, грим неплохой. Во многих постановках дядя и квинта играет один артист. Иначе они весь спектакль торчали бы за кулисами. И пришлось бы платить лишнему актёру. А как вы так исчезали со сцены? Я просто диву давалась. Благодаря освещению. Запомнили, где стоять, когда свет гаснет и включается. Меня вы точно провели. Ну что ж, уже очень поздно. Всем нам пора домой. А вам надо как следует отдохнуть перед премьерой. Да. А мы переоденемся. Вы молодец. Скорее бы завтра. Я отвезу вас в отель. Вы, наверное, устали. Да, это ещё слабо сказано. Но я хотела попрощаться... Ещё раз скажу. Ваша импровизация – это феноменально. Я даже поверил, что вы говорите с детьми. Чему вы поверили? Мы не могли заставить их репетировать поздно вечером. Вы познакомитесь завтра перед спектаклем. Я заберу кое-что за кулисами и поедем. Ждите здесь. Сейчас вернусь. Субтитры создавал DimaTorzok Поворот винта. Фильм Алекса Галвина. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok